Сейчас направление по роботизации наземной подводной и воздушной техники, а также внедрение элементов в ИИ и в конечном итоге полноценного искусственного интеллекта для российской армии одна из приоритетных задач. Направление это сверхсложное и требует огромных ресурсов, но все же, за последние 9 лет стране удалось совершить настоящий технологический прорыв во многих направлениях по вооружению, хотя будем честными и скажем так не без знатного пендаля, в первую очередь связанного с внешней политикой и нарастающим с каждым годом давлением со стороны так называемых, в кавычках, западных коллег. На данный момент особое внимание уделяется беспилотной авиации и переходу на шестое поколение. Кто внимательно смотрел три части моих проектов, посвященный программе ПАК-ФА? Думаю, сразу этот момент отметили, а именно, что пятое поколение как таковое является фундаментом по отработке различных отдельных бортовых систем для будущих российских боевых самолетов. Сам же истребитель шестого поколения уже будет в базовом варианте беспилотным и только опционально пилотируемым, поэтому больших серийных поставок в армию, как я считаю, не будет именно пятого поколения Су-57, впрочем, как и Т-14 в базовом варианте. Эта, кстати, тенденция наблюдается и в Штатах, и Китае сейчас. Справедливо будет сказать все же, что современные российские беспилотники, как зачастую у нас бывает, созданы не без помощи научного фундамента времен СССР. ППЛА разрабатывали еще в Советском Союзе от 60-х годов, причем это были не просто пламеры с пропеллерами, все было достаточно серьезно. Например, это реактивный беспилотник Ту-141 «Стриж». Он мог летать на скорости звука на сотни километров, фотографировать местность и возвращаться на базу. Его разработали в конструкторском бюро Туполева, и уже к началу 80-х «Стриж» был взят на вооружение Советской Армии. Именно этот беспилотник в свое время и вскрыл противовоздушную оборону стран НАТО. Он летал, скажем так, на нейтральных полосах и за счет РЛС бокового обзора скрывал всю работу радиотехнических средств. При этом страны Альянса не сразу поняли, что летает и что это вообще такое. А вот после распада Советского Союза, «Стрижи», к сожалению, постепенно списали в утиль. Несколько десятков реактивных беспилотников осталось на Украине, если не ошибаюсь. Кстати, последний раз о них слышали в 2014 году во время операции Киева против Донбасса. Летательный аппарат с трезубцем упал под Донецком, поставив этим печальную точку в истории советской беспилотной авиации. И напоминанием о том, что СССР был одной из самых передовых стран мира и обладал огромным научным потенциалом. Владел многими новейшими технологиями, которые тогда еще и не мечтали использовать на Западе. Но время, история уже России, не стоит на месте. Спустя многие годы серьезного отставания нашей страны от Запада в этом направлении, сейчас же по праву можно сказать, что эпоха отечественных беспилотников открыта. Они постепенно расправляют крылья и занимают свое место на страже национальных интересов государства. История программы С-70 началась в августе 2009 года, когда стало известно, что Сухой и Миг начали совместную работу над тяжелым ударным БПЛА. Тогда же, кстати, была приостановлена программа малозаметного боевого беспилотника, Скат, от Мига. Хотя его макет демонстрировался еще в августе 2007 года на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2007. Завершающую стадию работы по созданию первого летного прототипа «Охотника» вышли в 2018 году, а в 2019 году беспилотник впервые поднялся в воздух. Земля, взлету готов в автомате. Взлет в автомате разрешаю. Выполняйте. Вас понял, взлетаю. И уже через некоторое время летал с истребителем Су-57. Тогда этот полет проходил в строжайшей секретности. После удачных испытаний Минобороны рассекретило внешний вид. А также стало известно и тут внимание, что в части искусственного интеллекта и автономности «Охотник» является прототипом истребителя шестого поколения. Полностью автономные «Охотники», по словам источников, близких к военно-промышленному комплексу, появятся не раньше, чем через пять лет. Специально под них сейчас пишут нейросеть с функцией самообучения, которую также, как вы уже, наверное, догадались, обкатывают и по программе ПАК-ФА. Кстати, западные военные эксперты неоднократно подчеркивали свое беспокойство. Цитирую. Россия параллельно обкатывает технологии беспилотного пилотирования с применением элементов ИИ и без участия летчика, как на Су-57, так и на тяжелом ударном БПЛА шестого поколения С-70 «Охотник». В конечном счете, машины лишь будут запрашивать у ведущего летчика, человека, разрешение на выполнение задания. А как и с помощью какого оружия это будет проводиться, будет уже зависеть от текущего оснащения. Известно, что военные в первую очередь планируют использовать дроны для расчистки особо опасных объектов на передовой или в спецоперациях. В будущем этот аппарат, естественно, он будет чистым в автомате. Там уже таких органов управления, скорее всего, не будет. И ручного управления, наверное, вообще не будет. Там говорить ничего не надо. Просто он там сам определяет, кому какую цель назначить. И он, соответственно, ее атакует. После того, как все цели будут поражены, охотники автоматически рапортуют руководителю группы о выполнении задачи и синхронно возвращаются обратно на аэродром. Дальше в дело вступают наземные средства поражения и оперативно-тактическая авиация. То есть, платируемые самолеты атакуют уже обнаруженные охотниками позиции ПВО и так далее. Сейчас встраивание С-70 в существующую систему управления стало одной из самых сложных задач для наших разработчиков. По неофициальным данным, российские специалисты в ближайшее время планируют испытать технику в настоящем бою и провести различные отработки элементов, скажем так, искусственного интеллекта. В качестве одного из вероятных мест боевого применения машины называют Сирийскую Арабскую Республику. По крайней мере, именно там прошли крещение все перспективные ударные машины. Например, БПЛ «Орион» и не только. В принципе, российские военные особо и не скрывают, что песочница, как называют в Сирии в Минобороны, является полигоном для обкатки современных систем вооружений и сейчас. По словам Сергея Шойгу, через страну прошли все оружие и техника, принимаемые на вооружение в России. Многие из образцов по итогам боевого применения были доработаны. Некоторые, считавшиеся до этого крайне перспективными проектами, в итоге были закрыты. Касаясь технических особенностей «Охотника», известны лишь примерные параметры и никогда не озвучивались официально из соображений секретности. Хотя известно, что летные прототипы регулярно отправляются в учебные полеты, но сколько уже построено опытных образцов прототипов, также Минобороны не сообщает. Касаясь конкурентов, так называемых со стороны США или Китая, они есть, конечно, в С-70, но они почти не летают. Особенность российской машины состоит не только и не столько в том, что дальность полета «Охотника» с нагрузкой составляет 3000 км. Он является, по сути, первым ударным дроном тяжелого класса в мире. Я сейчас говорю именно о тяжелом классе, дорогие друзья. Американские машины XQ-58 и Boeing X-45 создавались для того же, разведки и удара за один заход. Но боевое применение этих машин было ограничено технологиями. Когда их проектировали и производили, в США еще не существовало ни нейросетей, ни машинного обучения. В итоге, несколько лет назад эти проекты были признаны провальными, и прототипы спрятали в секретных ангарах испытательного центра ВВС Грумлейк. Будут ли теперь вновь возобновлены эти проекты, сейчас сложно сказать, так как штаты в этом направлении также немногословны. Ну а что же у нас с перспективными разработками? А вот что. Вот он, наш завтрашний день. Гром среди не очень ясной погоды, мировой политики. Так называемый ведомый боевой робот с искусственным интеллектом. Его уже полным ходом разрабатывает компания Кронштадт. Разработчик возлагает на данный беспилотник использование в качестве ведомого в передовом атакующем эшелоне при взаимодействии с пилотируемой авиацией. Отмечается, что новый беспилотник будет обеспечивать вскрытие и поражение комплексов войсковой ПВО, а также поражение управляемыми высокоточными боеприпасами наземных, надводных и береговых целей, выполнять разведывательные задания. Как показали последние события в Сирии и Ливии, когда турецкие вооруженные силы стали массово применять ударные беспилотники, Наличие таких беспилотных летательных аппаратов данного типа может изменить характер боевых действий и повлиять на результаты всей военной кампании. Нашим военным, инженерам и конструкторам это тоже стало предельно ясно, и особенно после конфликта в Карабахе между Азербайджаном и Арменией. Интересно, что кроме чистоударных задач, Гром сможет управляться самолетами боевой авиации, а это значительно повысит его боевую эффективность и увеличит возможности самой фронтовой авиации, а также позволит сохранить жизни пилотов при преодолении зоны ПВО, что очень важно. Ведь как планируется, Гром будет летать на сверхзвуковых скоростях. Российская армия начала получать полную линейку беспилотной авиации, начиная от тяжелых, средних и заканчивая маленькими дронами, например такими, как тахионы и элероны, обеспечивающих разведку на передовой. Также в заключении хотелось бы добавить, что Россия начала серьезно усиливать группировку беспилотников на Балтийском побережье, да и в целом на западном направлении. Так, в Калининградской области сформировано новое подразделение, которое стало частью бригады морской пехоты. Но БПЛА будут действовать не только в интересах черных беретов. При необходимости они наведут на цель береговые ракетные комплексы БАЛ и Бастион, или артиллерию. По словам экспертов, это сделает контроль над довольно сложным регионом более эффективным, учитывая всю обстановку. Также сухопутная группировка в Калининградской области заметно усиливается не только за счет морской пехоты. По штатному расписанию в бригадах появились танковые и разведывательные подразделения. Кроме того, на этом направлении создаются отдельные роты снайперов, что тоже не просто так. На сегодняшний день в составе ВМФ России 5 бригад и отдельный полк черных беретов. Все подразделения находятся в постоянной боевой готовности и вместе с ВДВ составляют основу отечественных войск быстрого реагирования. А на этом на сегодня все, дорогие друзья, и надеюсь на ваше понимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok